Субтитры создавал DimaTorzok Социальная форма движения материи С материи дело не так-то и просто Решается, потому что, как вы, наверное, догадываетесь, в материализме это самая простая категория Казалось бы, с нее все начинается А с другой стороны, как самую простую категорию определить? Все же определяется через что-нибудь другое обычно, да? Вот, например, вы знаете, что такое точка в математике? Нет? Нет? А вы? Тоже не знаете? А вы? Хорошо. Кто знает, что такое прямая? Прямая – это набор точек Что это? Это набор точек Набор точек. А если мы не знаем, что такое точка, то это нам ничего не дает, понимаете? Плоскость что такое? Определенная часть пространства Определенная часть, точно определенная Вы же не определили ее, какую часть? Ну, вы же не определили, значит, она у вас не определенная Это вы только говорите Определённые люди делают определённые вещи в определённые сроки. Что я сказал? А ничего. Поэтому это такая форма, уйти от ответа. Ну вот, тот, кто изучал математику, тот знает, что точка, прямая и плоскость – неопределяемые понятия. Неопределяемые. Почему неопределяемые? А не через что их определить. Проще нет ничего. Поэтому в основаниях математики лежат неопределяемые понятия и аксиомы. А аксиомы – это такие положения, которые принимаются тоже без доказательств. Например, через одну точку можно провести сколь угодно много прямых, не пересекающих данную. Это аксиома и в калидовой геометрии. Две тысячи лет люди бились на тему о том, доказать это аксиомы пытались. Вроде она такая уже как-то сложная, да, высказывание. Или опровергнуть. И никак не получалось. Ни доказать, ни опровергнуть. И вот, как рассказывает венгр молодой, бояй, пришла ему крамольная мысль, что вообще-то это недоказуемо. Что может быть просто другая посылка, что не только одну прямую можно провести параллельно данные, как у эвклида, а можно провести сколько угодно прямых. Это другая аксиома. И тогда получается другая геометрия. И он так перепугался, вот такое свое предположение, что он так по-тихому, папа у него был математик, он в какой-то сборник или какой-то труд папа в конце свое соображение на эту тему написал. И стал ждать эффекта разорвавшейся бомбы. Но, оказывается, еще месяц назад русский математик Николай Иванович Лобачевский в развернутом виде представил новую геометрию, не эвклидову, которой аксиомой было то, что через одну точку можно провести не одну прямую параллельную данные, как у эвклида, а бесконечно много. Ну, так было у математики. Так в математике и сделано. Поэтому возвращаемся мы к материи. Как я буду рассказывать, что такое материя, если проще, чем материя? Мы же не говорим о конкретной материи. Вот это вещество стола, или Вселенная, или Земля, или природа, или люди. Мы же говорим о материи вообще. То есть, это самая высокая абстракция, какая может быть в материализме. Поэтому или нужно вообще никакого определения не давать, или можно сказать, то, что вообще сказать, раз она есть, то она бытие. Правильно? Материя есть? Есть. В этом материализм считается, что есть материя. Если не видеть, так сказать, все есть материя. Ну, раз материя, можно сказать так, материя, это бытие. Это то единое, что есть. Скажем, например, мысль о вас тоже есть, но это уже не единое. То есть, одно дело, так сказать, то, что есть, а другое дело, отражение того, что есть в нашей голове, это уже совсем другое. Как и другое бытие. Это не единое, это совершенно, так сказать, отделенное от него, различное. То, что отражает, это не совпадает с тем, что есть. Хотя и отражает правильно. Поэтому, можно написать такую простую фразу, материя, это то единое, что есть. И все. И не мудрствовать больше лукаво. Почему? Потому что вот, когда приходит человек на экзамен, студент, он хочет, так сказать, его спросить что-нибудь, он начинает. И вот такая есть такая карикатура. Значит, экзаменатор и студент. И экзаменатор такой, маленький вопросик такой. А у студента там гора всяких там, интегралы, дифференциалы, дроби, цифры. Вот такая вот куча такая вываливается у него. Над ним такой туман. На самом деле, на такие простые вопросы, должны быть простые ответы. Простые ответы. Вот то единое, что есть, это материя. Ну, для того, что, как мы ее понимаем, эту материю? Материя, она может быть в покое. Вообще, покой, это очень, совсем большая абстракция. Что есть? Что вообще есть в покое? В покое, в покое, как вы считаете? Неподвижность. Не есть покое. Неподвижность. А как? А есть что-нибудь неподвижное? Ну, приведите пример чего-нибудь неподвижного. Я думаю, покойник разлагается, его держат в холодильнике, чтобы медленнее разлагался. А в мусульманской религии, в обычае, быстренько захоронить в этот день, там жарко. У нас вот в такую зиму ничего страшного. Так что, это не получается. Другое дело, что он, так сказать, разлагается, ну, и вы знаете, вот, дело к чему идет, потом появляется. Или мумия, если, говорится, сухая, чем-то обработали. Либо, червяк ест, останется скелет. Ну, физики. Все мы не умрем, скелеты останутся. Так состояние покоя это по отношению к чему-то. Вот сейчас покоя по отношению к столу. А? Ну, вот я вас в покое сейчас. Вот вы лично в покое. Как то, что товарищ объяснил. Товарищ очень грамотно объяснил. Вот товарищ, вот он на первый ряд отнесли. Я говорю, он все знает, он все правильно объясняет. Это не будет отсутствия подвижности. Нет движения. Вы бездвижные? А что, улыбаешься? Я вижу, что вы улыбаетесь. Это уже, если улыбаетесь, как это бездвижные? Или? То же самое. Или, вот вы моргаете ведь? Да, движение. Движение. А, так сказать, дышите? Опять движение. А кровь у вас или что, застыла что ли? Вот как только я объявил материи, сразу у всех в жилах кровь застыла и ждут, что дует дальше. Или она, причем есть венозная кровь, артериальная. Венозная убирает ненужные продукты распада в клетках и тащит это дело к легким, к всем органам, которые снабжают питанием. да? Получается, может быть неподвижным то, что не есть материя, например, идеи. Что? Может быть неподвижным то, что не является материя, например, идеей. Неподвижного, на самом деле, такого неподвижного, как абсолютно неподвижного, вообще нет ничего. Просто это как бы некоторая абстракция. Я могу считать условно, что вы неподвижны, что вы сейчас внимательно смотрите, там, неподвижны. Но это абстракция, потому что на самом деле, между прочим, мы с вами находимся на планете Земля. Она, между прочим, вращается с большой скоростью вокруг своей оси. И в течение суток она совершает один оборот. У вас голова не кружится? Нет? Это же карусель. Все время кружится, закрутится, крутится, крутится. Теперь мы с вами вместе с нашей Землей несемся вокруг Солнца. Я думаю, для вас не загадка, что Солнце тоже не стоит на месте. Или оно так стоит вокруг планеты и ходит, она стоит, вот оно неподвижное, да? Нет? Тем более там какой-то, там постоянно идут ядерные реакции, постоянные взрывы, протоберанцы. А какое неподвижное может идти? Или, скажем, студенты и неподвижность, это как-то несовместимое понятие, правильно? Немодвижный студент, это что-то памятник какой-нибудь неподвижный, студенты. Вон Ломоносов стоит там у набережной, вот еще более-менее неподвижный. Ну, как вообще, считаете, там не происходит никаких движений в этом камне? Мы с вами изучали же понятие выветривания, да? Маленькие трещины, туда попадает вода, замерзает, начинается. Потом, время от времени, видите, как памятники потом зеленеют. Вот у нас зеленый памятник Сахарову просто от лентяя, они не почистили его от потины, которые ставили. Поэтому его называют утопленник. Легенда такая, что Лена Боннер его связала руки, била, а потом бросила в пруд, потом прямо из пруда подняли, поставили на камень булыжник такой, и вот он называется утопленник. Поэтому нам его хотели сунуть в университет, а наши сказали, не-не, он в Академии наук, давайте-то, хотя Сахаров, как он, создатель, так сказать, ядерного оружия, заслуживает, герой социалистического труда, заслуживает хорошего памятника, а не такого вот памятника. Ничего такое. Так, возвращаемся к тому, что мы сказали, то есть, вот мы уже наговорили много, а ничего кроме того, что вот в материи то, что есть, мы не сказали кроме одного, это надо бытие понимать в движении, потому что, если мы понимаем это неподвижно, то это не так, а форм движения на самом деле очень много. Мы с вами будем в других лекциях по отдельности их рассматривать, эти формы движения. А сейчас можем прямо перечислить этот набор движений. Во-первых, это становление. Мы этого уже касались на прошлой лекции, да? Что значит становление? Это значит, это значит, переход, идет переход бытия в ничто. Есть такое бытие, которое не переходит в ничто? Нет такого бытия. А есть такое ничто, которое не переходило в бытие. Оно и есть, только в своем переходе. Ничто, как вот эта абстракция, ничто, вот не было и стало, да? Из ничто бытия. Вот у вас же не было раньше. Какого года рождения? 97-го. Какого? 97-го. А я 45-го. Вот я жил-жил, вас вообще не было. А теперь вы будете, а меня через некоторое время вообще не будет. Так что, будем квиты в этом смысле. Но, так сказать, у вас состоялся переход из ничто в бытие? Состоялся. Так? Ну, все тут присутствие. Есть кто-нибудь, кто не родился? Нет таких? Нет. Нет таких, которые извечно. Вы, наверное, извечно были. И так вот здесь и сидите. У вас такой вид, как будто вы были всегда. Но все остальные не претендуют. А вы ничего не говорите. Это мои домысли просто. То есть, то есть, всякое бытие, всякое бытие, оно не может не превращаться в ничто. Ничто чего? Ничто вот этого бытия. Это не значит, что оно превращается в ничто. Оно же не превращается в пустоту. Оно превращается в новое бытие. Правда? В другое. Вот вы же все время меняетесь, правда? И меняйся, остаетесь собой. То есть, кроме становления, еще, есть такое понятие движения, как изменение. Есть тут люди, которые не изменяются? Поднимите руки. Так, товарищи, кто не изменяется? Поднимите руки, пожалуйста. Чего никто не поднимает? Это уже не становление. Это вы просто все время... А что значит изменяется? Вы понимаете, что такое изменяется? Да. Понимаете? Ну хорошо, сейчас проверим. Вы равны самому себе? Вы равны самому себе? Да. Да, ну хорошо. И вы все время равны самому себе? Нет. Нет? Не все время. То равны, то не равны, то не равны, то не равны. Нет? Или как? Если рассматривать разных меня, то есть, если рассматривать изменения, то я не равен себе неделю назад или две недели назад. Только неделю, а что такими крупными кусками? А секунду назад? А что, вы не дышите, что ли? А что, кровь у вас застыла в жилах? А мозг у вас не работает? Я привел. Можно и секундами считать. А если не секундами, а еще меньше? Миллисекундами. Миллисекундами. Все равно куски. А вот можно считать, что это момент. Вот ваше равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Одновременно. Вот идеалектика. Одновременно. А вы растянули их. Дескать, я вот равен самому себе. Одновременно я равен самому себе. Конкретный момент времени. Неравен самому себе. А неравенства с себя нету в этот момент времени? А почему же я в этот момент времени неравен самому себе? А что же, вы же сейчас же изменяетесь. Ни завтра, ни послезавтра, ни через секунду. Вот именно сейчас вы изменяете Или вы не изменяете сейчас Мы же говорим о вас как об изменяющемся А вы нас хотите отправить Вот тут я не изменяюсь Вот тут я изменяюсь Изменение происходит непрерывно Это понятно Ну раз непрерывно Значит так вот вы не равны Самому себе все время Если я поменялся То это буду уже А я штрих Или не знаю как это обозначить Я вижу что вы я штрих Ну вы я штрих то остались Равно самому себе Нет Ну вот здрасте Значит Вы какие-то документы с собой есть нет Есть Давайте сюда студенческие Все я отнесу в деканат Потому что вы уже поменялись Вы уже я штрих И от чужого человека Не надо хранить документы Давайте давайте Я официально это Сдам все в деканат Что Как что Ну что Если Или давайте Издавайте Или соглашайтесь Что вы не равны Самому себе Одновременно И будучи равны Самому себе Эти изменения Не столь значительны Значит вы Товарищ Антидиалектик Метафизик Вы никак не можете Усвоить Что диалектика Застоит в том Что сразу Два Предложения Противоположных Нужно принять Во внимание Одновременно А вы их Растаскиваете Вы у кого Учились У Гегеля Или у Фейербаха Фейербах был Материалист А Гегель был Хоть и идеалист Но диалектик Диалектика В чем состоит Значит Вот я на вас Смотрю На вас Вот вы Я беру вас Сначала Самого По себе Вот вы Сам по себе А потом Вот я на вас Смотрю Вы же На черной У вас Рубашки Какие-то Надписи Там Что-то Рнина Калиф Калиф Еще Халиф То есть Я не на вас Смотрю А на ваше Отрицание Вы согласны Что эта рубашка Это не вы Да Согласны Сначала я смотрел На вас На вас Вы Теперь Я смотрю На вас Это не вы Уже Не на вас Я смотрю На ваше Отрицание А потом Снова Смотрю На вас С учетом Того Что вы В этой Рубашке Которая Не вы Правильно Это знаете Как называется Тезис То есть Я на вас Вот что Есть Теперь Антитезис То есть Я не беру Вас А беру Вашу Рубашку Или Вашу Улыбку Или Вашу Руку Которая Что-то Тут Делает Совершенно Непонятно Зачем Вот есть Такие Лекторы Они То ли Стоят И начинают Что-то Делать Или Что-то Ходить Или Так Раскачиваться Это Не надо Вы Не готовьтесь К этому Да Вы Я-то Такое Часть Вообще Не знаю Так Много Хотите Знать Мы Это Говорим О том Движении А раньше С собой А вы Такие Категории Часть Кто Знает Что Такое Часть Мы же Темные Люди Еще Ничего Не Знаем Вы Знаете Мы Не Определяли Часть Сейчас Я начну К вам Представать С этой Частью Вы Замучитесь Конечно Часть А что Значит Если Часть Представляете С собой Целое Мы изучали Без Часть Без Часть Это Целого Не Может Быть Поэтому Если Вы Говорите Часть Вы Имейте В Целое А Если Говорите Целое А что Целое А целое Опять Материя Мы Опять Туда Приплыли Так Материя Изменяется Или Нет Мы Это Сейчас Обсуждаем А вы Нас Хотите Отвести В Сторон А мы Не Конечно Изменяется Так Что Конечно Изменяется По вашему Она Не Изменяется Она То Равна Самому Себе То Не Равна Кусочками Это Называется Чередование А не Изменение Чередование Это Что Такое То Равно То Не Равно То Дождик То Снег То Снег То Мороз Не Допустим Вы Стареете Без Допустим Ладно Вы Не Стареете Я Старею Я На себя Беру Мне Все Равно Уже Мне 71 Год Я Старею А Вы Молодеете Все Хорошо Спасибо Так Молодеет 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 Умерла Бывает Такое Правда Потому что Молодеет Это Шутка Моложе Молода Девушка Молода Девушка Умерла Старушка Ничего Не Поделай Это Не Про Вас Вам Сейчас Это Не страшны Эти Шутки В Вашем Возрасте Абсолютно Не страшны Правильно Конечно Не Факт Потому что Еще Никто Из этой Жизни Как Говорил Шутов Не вышел Живым Но Есть Люди Которые Не Умрут Приятно Иметь В группе Хотя Одного Человека Который Не Умрет Никогда Это Приятно Мне Я даже Спорить С вами Не буду Ни за Что Потому что Первый раз Я встречаю Такой Случай Когда Есть Живой Человек Который Никогда Не Умрет Можно Вам Весточку Передам На Письмо Людям 29 Века Письмо Я Михаил Васильевич Попов Профессор Доктор Наук Прошу Вас Учите Диалектику Не Слушайте Вот этого Товарища Который Хочет Разделить Равенство И Неравенство Значит Вы Равны Самому Себе И Неравны Одновременно Дорогой Товарищ Вот Это Запишите Я Равен Самому Себе И Неравен Или Отдайте Документы Свои Я И Дам Деканат Непонятно Если Вы Не Равны Самому Себе Значит Того Уже Нет Кто Был Кто Сюда Пришел Всем Понятно Что Его Нет Уже Не Надо Себя Выдавать Не Надо Себя Выдавать За Того Хорошего Человека Который Пришел Нам На Лекции Не Надо Вы Уже Другой Со Штрихом Со Штрихом Все Поэтому Если Вы Чтобы Говорить О том Что Что То Изменяется Это Что То Должно Оставаться Правильно Вы Изменяете Только Потому Что Это Вы Если Вы Уже Не Вы Ничего Тогда Не Меняется Просто Другие Все Другое А Нет Никакого Разница С собой Это Не Изменение Само Понятие Изменения Включает Разница С собой Обязательно Потому Что Я Изменяюсь Я Вот Я Это Видите Я Вот Это Другим Человеком Не Верьте Этим Людям Которые Говорят Совсем Другим Это Такая Фору Такая Фигура Речи Совсем Другим Стал Другим Но Остался Тем Же Самым Вот Это Даже Рекламщики Уже Усвоили Я Тут После Своих Занятий Иду На Василия Островскую Который Сейчас На Ремонте И Там Внизу Внизу Такая Красивая Девушка Нарисована В цветастом Платье Написано Меняйся Чаще Рецепт Такой Вот Ну Это Не для Меня Конечно Это Для Прекрасной Части Нашего Аудитории Меняйся Чаще Один Равенство Собой Она Поменяется Ее Уже Нет Только Ее Полюбили Узнали А ее Нет Уже Вот Вы Чреваты Ваши Такие Заблуждения Все Другое Еще Со Штрихом Штрих Может Так В другой Раз Я иду По площади Дворцовой Время И Пешочком Сюда На занятия На углу Дворцовой Площади Там Ближе Костовович Написано Меняйся Но Оставайся С собой Арифлейм Ну Думаю Арифлейм Продвинулся Так Как Сильно Диалектики Арифлейм Уже Знает А вы Еще Не Знаете Идите В Арифлейм Работать Там Вас Научат Потому что Я вот Не могу Вас научить Сейчас Нам бить Не разрешают Ничего Не применять Никакую силу Вот А потом Еще неизвестно Я начну Применять И вас Столько Много На меня Одного Накинитесь И я Уже Не буду Равен Самому Себе А вы Можете Объяснить Мне Как Противоположные Явления Могут Существовать А вы Можете Мне Объяснить Как Противоположные Явления Не могут Существовать Противоположные Это название Для того Что Существует Одновременно Потому что Противоположность Это Единство Противоположность Единство Одновременно Есть Или есть. Только так они и существуют. Никаких других противоположностей нету в природе. Выкиньте из головы такое метафизическое антидиалектическое понимание противоположностей. Когда что-то равно без неравенства. Ну вот мы с вами люди. Это равенство или нет? Да. Так что, мы с вами одинаковые, что ли? Нет. Ну так вы видите, мы равны и не равны с вами. Непонятно? Так, вы твердое тело, я твердое тело. Меня выкинуть, я полечу. Вас выкинуть, вы тоже полетите. Давайте с вас начнем. Но это же не такой, как сказать, дихотомийный ответ, да или нет. То есть, это... Это не дихотомийный. Тут все время да. Тут все время да. И вы равны своему себе, и не равны. Вы и твердое тело. Вы твердое тело, и я твердое. Мы равны с вами? Нет. Ну как нет? Вы твердое тело, и я твердое тело. Значит, как твердое тело, мы равны. Да. Абсолютного равенства вообще нету. Вот вы откроете науку логики, учение о сущности, понятие твордества. Твордество – это всегда твордество чего? Вот твордество – это твордество различное. Иначе получается глупость. Вот смотрите, я сейчас буду доказывать. Я тождественного самому себе. Я вас продвинул? Или вы вот твордественное самому себе? Вы продвинулись в понимании себя? Нет. Тождество – это всегда тождество нетождественного, дорогой товарищ. Я не понял. Как может быть тождество нетождественных вещей? Темнота еще вы пока. И черную рубашку не зря вы надели. Темнота. Вот люди в светлом, они уже понимают. Посмотрите. Или некоторые в черном все равно понимают. Тождество определяется только как тождество, а не тождество. Это абсолютное тождество. Это тождество абсолютно совсем. То есть, и с не тождеством. Абсолютное. Абсолютное. Все надо взять. То есть, тождество – тождество. И не тождество надо взять. Раз все тождество. А не тождество. Мы разные люди с вами. Разные. Я с этим не спорю. Не спорю? Так мы люди. Видите, об этом утверждении говорится в словах. Разные люди. Кажется с виду, что я утверждаю только различия. А на самом деле... Даже не различия, а разные. Это зависит от критериев. Это не зависит от критериев. Нет ничего такого, чтобы было бы только равно. Нет. Нигде в природе, в материи. Так материя устроена. Это у вас мозг не воспринял вас еще. В силу не тождества вашего мозга и окружающего мира. Вот оно придет в тождество, и вы это усвоите. Так устроен мир. Ничего нет такого, чтобы было... Вот стол, разен самому себе или нет? Да. Что, да? Он же стареет. Что, не видели? Что думаете, так и будет? Через 50 лет такой стол. Кто-то на нем нарисует. Потом, значит, и вот у него сидят. Потом, значит, он постареет. Он не будет такой блестящий. В промежуток времени это будет другой стол. Да не в другой промежуток времени. Он все время другой. И если бы он не был все время другой, он бы в промежуток времени не был другим. Потому что он потому в другой промежуток, очевидно, другой. Потому что он не очевидно другой все время. Вот вы сейчас что делаете со столом-то? Вы же стираете его. Уберите руки. И это уберите, все. Вы портите стол. И вот это тоже выкиньте. Вот это вот, вы что, не понимаете Воздействие физического на стол Я понимаю Из-за вас стол не равен самому Из-за вас Стол не равен самому себе Если взять на временном отрезке Сейчас у меня там дежурного позовут Человек нам портит стол Другие тоже портят Но они помалкивают А этот умышленный портит стол Еще настаивает, что он все хорошо делает Если взять на временном отрезке Ни на временном, не берется на временном Ни на временном Вы никак не можете понять Понятие, есть такое понятие Момент Момент Но я о моменте говорю Вот в моменте нет времени Момент, это вот Но это как точка Оно же не определяется Нет, момент определяется Момент определяется Неужто момент равен какому-то количеству времени? Количеству времени не равен Это он определяется Но не как количество времени И не как отсутствие количества А момент, это противоположные движения В одном движении Претиположные движения Вот вы там правильно сказали Правильно сказали Со мной спорили Что я буду жить вечно То есть вы в своих делах Насчет физической Но вы Если вы настроены на то Чтобы внести свой вклад В развитие человечества Вы как часть человечества Принадлежите к конечному или бесконечному Бесконечному Потому что человечество по своей природе Бесконечное и вечно Почему человечество бесконечное и вечно Да потому что люди там рождаются Они рождаются, новые приходят А человечество бесконечное и вечно По природе своей Они предназначены И рождаться, и развиваться И вот наша культура с вами Она же берется У нас же все эти книги Вы что общаться можете Только с теми, кто живет преподавателями А с теми, кто не живет Вот с этим Платоном можете общаться Можете А с Гегель Вот и хорошо, что вы не можете Хоть Платон не мучиться Я буду мучиться за него Это и хорошо И Гегель доволен Говорит, вот есть вот тут я Написал книгу Пусть вот Попов теперь отдувается От этого студента отбивается Это и хорошо То есть Человечество бесконечное и вечно А вы, как конечное Вот Гегель долго объяснял Что конечное Это не просто ограниченное А конечное Это единство с бесконечным И у него конечное Единство с бесконечным Это идеальное И два понятия идеального У Гегеля есть Идеил пишется Это вот как часть Объективная Не в сознании А вот вы Идеальное Момент бесконечного Вы должны гордиться Вот вы А товарищ еще Он там застрял Тут около своего стола А вы-то сразу Поняли Что вы-то бесконечное Вот То есть Будучи конечным Вы являетесь бесконечным Потому что Все, что вы сделаете Приезжать будет Навсегда Человечеству Больше сделаете Ну, больше Вы сделаете Для развития человечества А если вам Удастся В значительной мере Продвинуть человечество Вперед То вы уже будете Не просто способны Человек талантливый А какой Как называются Эти люди Которые продвинули В какой-нибудь области Гений Ну Понятно Люди думают Как гениями стать А вы думаете Как быть не Равенство с собой Только Как отдать документы Видите Вот совсем другой подход Я нашел Тут сторонников Мне вот эти Больше нравятся Которые думают О вечном А вы что думаете Вы никак не можете Понять Что равенство И неравенство Существует Только одновременно Ничего нет Только равного Самому себе Видели Дерево Которое Только равно Самому себе Оно же все время Растет Значит оно все время Не равно Но оно остается Деремом Дуб то деревом Становится А не кленом же Вы посадили Когда-нибудь Грушу Которую выросло Яблоко Нет Ну есть правда Такой анекдот Что вот От чего погибла Жена Мичурина Не знаете Нет Она полезла На яблоню За укропом И ее убило Дыней Ну да Он уже Стрешил Но это относится К опыту Всяким Ну ради Все живое Изменяется Все живое И равно И не равно Саму себе Но оно Равно в одном И не равно в другом Оно во всем Нет Оно во всем Равно Опять вы все-таки Цепляетесь за свою метафедику Оно во всем равно И во всем не равно Все у вас меняется Все у вас Смотрите Вот Вы все-таки приятно Так улыбаетесь Это не меняется Вы же не становитесь Таким злобным И не накидываясь на меня С ненавистью Ну значит Вы равны Самому себе Я вот констатирую Был хороший студент И остается Хорошим студентом Это не важно Что на него нападать Другие просто трусят А вы не труситесь Спокойно спорите С профессором И правильно Профессор скоро умрет А вы останетесь Чего вам бояться Ну так или не так У нас средний возраст 59 лет Вон Борис Николаевич Ельцин Какую пользу принес Колоссальные Вот экологи ходили Там Просили Дайте нам свежий воздух Дарите нам свежую воду Так закрылись предприятия Это в основном Титер Промышенность разрушена Вот вам и вода чистая Вот вам и воздух Потом эти дураки Коммунисты Они строили дома Все строят Строят И все мало Жилищные проблемы Не решено А там надо по-другому делать Просто население Все меньше 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 Ровно с 91 года Пошло сокращение Численности населения России Ну если значит То же количество Жилищного фонда Разделить на меньшую величину Что будет Вот Вот Прирост На одного человека Все больше метраж Так Это красота Если вымирает люди Вот Борис Николаевич А у него недовольны Некоторые Вы не любите что ли Ельцина Ну вот и не любите Не понимаете вы Вот такой замысел У него хороший был Хороший замысел Вообще Если бы все вымерли А вы бы один остались Все жилье было Только на вас Красота Ну правда Подметать долго Проблема И пол Который подметает Он же равен Самому себе Не равен Потому что видите Пыль везде Она что Только вот накопилась Перед тем Как вы будете подметать Она все время У вас вопрос Пожалуйста Да В принципе Все к одному Понятию хочу А вечность Она находится в покое Вечность Вечная Вечная Почему вечная Все находится В беспокойстве Значит у Гегеля Есть такое понятие Покоя Покой Это как Постоянное Равное Самому себе Беспокойство Можете записать Вот такой покой Есть Вот вы все время Думаете о том Как лучше заниматься Как закончить вуз Как стать конфликтологом Это ваше равенство С собой Да И вы равны Самим себе В своем здоровом Коллективе Так Беспокойство Покой Это Покой Как постоянное Равное Самому себе Беспокойство Но вы все время Беспокоитесь о том Что у вас все было хорошо Конечно А здоровье Беспокойтесь Беспокойтесь Равное А внешнем виде Беспокойтесь Беспокойтесь Постоянно Ну вот это и спокойствие Какое еще Не такого другого Спокойствия нет Вот если вы А тот человек спокойно Он не сделал Не подготовился К занятиям Не сделал Какую-то задачу Не решил Не сделал курсовую Какой Не сдадите мне Вот экзамен Вас выгонят У нас Незачет Для вас Устроим экзамен А почему У вас зачет Экзамен у вас Что это за счет? Хорошо устроили. Зачет. Экзамен. Это у нас предварительный разговор. А сейчас он спорит со мной. Перестанет. Смотрите. Он не знал, что экзамен. Но ведь видите, теперь ясно, что уже есть и равенство с собой, и неравенство с собой. Я знал, что есть такие аргументы, которые убедительные для студента. Но вы потом можете не здороваться после экзамена. Ничего страшного. Я уже вам не опаду. Но на третьем курсе я у вас снова буду вести конфликтологию. Если вы доживете. Доживете. Вот видите как. Вот человек усвоил. Вот приятно это. Человек усвоил. Но я-то уже дожил до 71 года. Вот. Тут есть другая. Видите, какой прокол. Тут как бы это не прошло. Подошло. Понимаете? А сейчас уже движение. Вот сколько людей селфи снимает. Это посмертный снимок. Какой я был красивый. Да, был красивый. И все на этом. И это около звезды. Залезли в Москве на высотку. Да, снял и улетел. Я вот был в Донбай на кладбище Альпинистов. Там самое тяжелое было. Вот для Альпинистов. Видно по этому кладбищу. Спуститься. Потому, что поднимаются. Поднимаются. Боры все. Все силы на этом потратили. На это. А уже спуститься сил нет. Это соскользнул и упал. И чемпионы. И, так сказать, известные спортсмены. Мастера спорта. Раз. И готов. На спуске. То есть, они на подъеме. Поэтому опасно очень спускаться. А вот эти залезли. Пока они лезли. Все здорово. Он сфотографировал. Дело закончил. Ну, раз закончил, расслабился и влетел вниз. Все. В метро. Вот тут некоторые летали. Между вагонами. Заметили там метро. Теперь между вагонами такая желтая штука стоит. Это чтобы туда не вставали. Специально. Это столько денег потрачено, чтобы вот так вот поставить эту штуку. Чтобы вот эти ребяток не погибли. Которые туда залезали и гибли в метро. Или залезут они на крышу. Раз. А там что-нибудь. Мне дед рассказывал. Раньше ездили на... Ну, вот еще я видел, когда был студентом. Когда такими гроздьями на трамваях ездили. И я вот через Невский переезжал. Под нашим трамваем погиб человек. Ноги отрезало. Ужас какой был. Какой крик. Сейчас почти этого нет. Потому что сначала пока не закроешь двери. А когда можно стало закрыть? И когда метро появилось. Когда метро не было, невозможно перевести такое количество. Народу. Поэтому страшное дело было. Все меняется. Спокойствие. Как постоянное, равное самому себе беспокойству. Пока вы обо всем беспокоитесь. О чем надо беспокоиться. И привыкаете к этому. И привычка об этом беспокоиться. Делает вас спокойным человеком. Ну, человек, который привык к борьбе. Вот видели солдаты во время боев. Играют на гармошке после боя. Товарищи погибают у них. Ну, потому что они вошли в стихию вот этой войны. Они понимают, что мы с вами теоретически рассуждаем, что кого-то из нас не будет. А там очень даже практически. Мне рассказывал Николай Андреевич Моисенко. Здесь был экономический факультет. Он был мой соавтор. А он командир полка Катюра был в войну. Вот они первый раз вышли. Студенты. Все вот. Вот целая группа. Все друг друга знают. Раз. И после первого боя половины нет. Только с ними разговаривали. Вот мы с вами просто языком разговариваем. А если вдруг кого-то из нас нет. Вот вы со мной не согласились. Если я удар, хватит, я умру. Кто будет отвечать? Вы будете отвечать. Раз вы равны. А вы скажете, я не равен самому себе. А, ну тогда не вы. Вот вы что думаете, чтобы не отвечать. Раз, и вы не равны, если что. Если что, вы не равны. А так вы равны. То вы равны, то вы не равны. Не надо мельтешить. Равенство и не равенство с собой одновременно. А если ты маленький ребенок, который еще не может... Вот маленький ребенок, особенно это видно на маленьком ребенке. Потому что это инстинкты, а не потому, что он думает, да? Он еще об этом ничего не знает. Но на нем, вы можете это видеть, вот это вот подтверждение того, что я сказал, в самой яркой форме. Вот у меня на сегодняшний день двое детей и пять внуков. Причем младшей внучке сейчас три года. А еще одному внуку четыре года. Вот на них наблюдаем. Первое, что он не может, ребенок. Что он не может? Держать голову. Не может. И вот ее все это поддерживает, так боятся родители. Что у него отвалится голова и откатится. Ужасно страшно. Так? И вот через некоторое время... А он что делает? А он пытается. Знаете, как это вот... Как собачек показывает. У собачки есть такие игрушки в машинах. Все время. Он просто смотришь, он уже держит. А он умел до этого? Только что происходило? Он умел и не умел. Если бы он вообще не умел никогда. Никогда бы у него и не получилось. А он и умел, и не умел. Вот это вот. И вот он уже держит голову. Все время дальше. Он как жучок лежит на спине. Руками, ногами болтает. А встать-то не может. Перевернуться не может. Это целая история, чтобы он перевернулся на живот. Да? Целая история. И вот. Вдруг смотришь, он уже переворачивается. То есть, в отличие от нас, от вас, между прочим. Который вы же старик по отношению к этому. Младенец. Он не такой умный, как вы. Он не знает, что можно, оказывается, думать, что у меня не получится. Он не думает, что у него не получится. Он делает только то, что не умеет все время. Он все время... Он все не умеет. Он не умел переворачиваться. Потом он не умел ползти. И ползут они вот так. Сначала назад. Руками-то так. И так. Задом пятится. Потом они уже не пятятся. Вперед. Потом страшное дело, когда начинают ходить. У меня дочка такая, паркет головой. Как? Жахнет. Раз, два. Со страшным стуком. Я однажды ей не повернул. Поднимаю, а у нее голова так плоская. Тут круглая, а тут плоская. Ну, думаю, конец. Что делать? А ничего, она так все вроде. Они же мягкие еще, как мячики. Эти кости. Все. А что он там не двигается? У него мозжечок здесь. Вернее, этот родничок вот здесь. И кости потихонечку развиваются. Вас не удивляют? Что это то же самое? Ручки такие маленькие. А все больше, больше, больше. Это мы сейчас уже с вами. И вот вы почти не изменяйтесь. Отсюда у вас такое и воззрение. А у детей у них все время идет рост. Они-то всегда делают то, что не умеют. А люди, став солидными первокурсниками, уже говорят. Ну, я профессионал уже. Я же комплектолог. Я делаю только то, что умею. Да? И он застревает в своем развитии. А надо делать то, что не умеют. Я вам советую делать то, что вы не умеете. То, что вы умеете, зачем вы будете делать-то? Зачем вы будете делать то, что вы и так уже умеете? Вам развиваться надо? Вы делаете то, что вы не умеете. Вот это... Нам, профессорам, нам зарплату будут платить за то, что я буду делать то, что умею. Если я буду делать то, что умею, напишу статью, в которой нет ничего нового. Мне скажут, Михалыч, дорогой, вы что делаете-то? Мы это вам не засчитываем, вашу статью, мы никуда и не напечатаем. Если напечатать, я все равно не засчитаю. То есть, а как открыть новое? Вот сколько человек лежало под яблони, и сколько человек получили яблоком по голове, а открыл только Ньютон, закон всемирного тяготения. Правильно? Поэтому надо думать. То есть, лозунг, который должен быть у студента, делать то, что я не умею. Ну вот, вы, я уже с вами в прошлый раз слушал, вы конфликтолог? Я конфликтолог. Какой вы конфликтолог? Вы первокурсник. То есть, можно сказать, что вы не конфликтолог. Что вы знаете в конфликтологии вообще, и курсов-то не знаете толком. Вот я вам еще не читал про конфликты в современной России, трудовые. А что без труда вы можете ничего не... Это все мелочь ваша, конфликты. Если трудовые, не берете в миллиардах, миллионах случаев. У вас студент-конфликтолог. Студент-конфликтолог. Значит, не конфликтолог вы еще, а конфликтолог в становлении. То есть, вы равны самому себе, и не равны. Вот если так ставить вопрос, то вы честно можете сказать, я конфликтолог. А если будут прессовать кто-нибудь, вроде меня сказать, ну вы что, ну я и не равен, и равен. Чего, отстаньте от меня. Эта позиция очень хорошая. А у вас она очень ущербная. Я все время на вас нападаю, а вы ничего не можете нападать. Потому что у вас нет диалектического оружия. Вот человек равен самому себе и не равен. Сидит себе спокойно. А вы чего? Я хочу понять, как взаимосвещать. Да не хотеть понять, а понять надо, что все равно самому себе и все не равно. Это взаимосвещающее понятие. Значит, запишите, это вам лекцию читали. Наука, это большая диалектика. Что это? Форма движения. Изменение состоит в том, чтобы быть равным самому себе и не равным самому себе одновременно. В этом состоит изменение. Мы еще к этому вернемся. Мы сейчас уже одну форму движения с вами взяли, да? Первая была такая, становление. А вторая форма движения – изменение. Еще третью будем сейчас развивать, а вы нас задерживаете на этой форме. Тормозите прогресс. И вот я все на вас нападал, нападал с этим изменением. Что хорошего-то в том, что вы изменяетесь. В какую сторону вы изменяетесь? Может, вы все хуже и хуже. А вы чувствуете, что вы становитесь все хуже и хуже. И пытались это дело задержать, этот процесс. Чувствуете, да? Вот что-то у вас какая-то подспудная была мысль. Потому, что само по себе изменение – это хорошо или плохо? Чего-то неизвестно, да? Жил человек, жил и заболел. Это изменение же. Он же заболел. Он. Он не равен самому себе. Вот как это выражается в языке. Вот сейчас я вам буду называть словак, чтобы вы видели, что язык, который выражает диалексику, он это в себе отразил. Вот я спокойно с вами говорил, да? А вот сейчас смотри. Ну, что вы до сих пор не можете выучить, что такое изменение? Это что? Это что это значит? Это я вышел из себя. Но все видели, что я так не кричал. Вот я на вас кричал, нет? На вас? Нет. А на него? Ну, это… Я просто вышел из себя. Он меня довел. Он виноват. Что значит? Вышел из себя? Стал неравным себе. Ну, я что, не кричал же, нормально говорю. Сейчас нормально говорю. То есть, в себе… Это такой категория есть. В себе бытие. Вот это равенство с собой называется. Можете записать. Равенство с собой – это в себе бытие. А вы меня можете спросить. Теперь вы меня можете спросить. Михаил Алексеевич, вы в себе или не в себе? Ну, спросите. Меня спросите так. михала сечи вы в себе или не в себе михал василич михал василич вы степень извини пожалуйста был немножко не в себе хорошо что не стукнул вас вот весь за вас говорят пожалуйста вот там вот вежливый человека она вечно будет жить вежливые вечные живут виде вежливые человечки без всякой стрельбы все делают целые пляж регионы присоединяет к россии так они раньше а теперь еще как говорится вы приходите вот в деканат чего-нибудь вам бумажку нужно там или что-то там с вашей зачетка или чё а вам лично нам говорит подавить я сейчас приду в себя и а чё надо это где она была а где она была сюда приду в себя или человек что-то мне не по себе это что значит не равен самого себе обычно нормально а сегодня вот что-то не по себе то то есть это вот в языке очень так и выражается это тонкие такие понятия их надо усвоить то есть язык он диалектичен даже слово есть диалект да и относится к языку себе бить и прийти в себя не по себе вот это вот имеете ввиду вышел из себя пришел в себя мы еще значит пришел в себя опять стало равно самому себе но полную раньше да нет но пришел в себя на зимку бывает у человека приступ а то он приходит в себя лишь он такой же как был не он уже такой после этого конечно его стукнуло этим приступ но все равно равен самому себе может говорить может объяснять вы же все время вот вы оставались равным самому себе течение нашего разговора как вот начали со мной спорить так все время и спорили то есть я вот вижу что вы равны самому себе это нормально но уж при этом спорили спорил и равны равен самому себе не равен саму все это надо осознать вот это понимание изменения никакого другого научного понимания изменения нет ваше понимание меня не научное метафизическое до гегелевская старая философские ошибочные о чем я вам должен честно и откровенно так но вы мне можете как студент сказать так я студента студентов свойственно ошибаться это вот если вы будете ошибаться это постыдно и и при а если я ошибаюсь как студент это нормально дело правильно вы же все время можете ошибаться и это вот если что вот если бы мы преподаватели на том основании что человек там хочет разобраться и говорит что-то неправильно вот это пусекой это совершенно нормально что человек пытается разобраться другие вот не хотят разобраться он хочет я Активно разбираются. Потому что вопросы задают те, которые разбираются. Поэтому я вас поддерживаю. Но пасаран, все хорошо. Итак, что мы получили в итоге нашего этого длительного дискуссия и обсуждения? Что никакой такой материи, которая просто стояла как материя, нет. Все в движении. Есть только движущаяся материя. Никакой другой материи нет. Это остановка мысленная наша. Мы считаем какой-то момент. Она есть в этот момент. Знаете, даже если рисовать движение в виде прямой. Скажите, пожалуйста, напрямую есть две соседних точки? Две соседних точки есть напрямую? Обычно числовая, прямая. А? Бесконечно много, да. Нет соседних точек напрямую? Нету. Как бы вы близко не взяли? Вот вы все время пытались. Он все время пытался еще взять, а взять миль, миль. А вот еще тысячную мили, это тысячная, еще меньше. Хоть сколько бы вы малый отрезочек не брали, он не только... Там бесконечно много точек. Но есть такое понятие в математике – мощность множества. И если можно установить взаимоднозначное соответствие между двумя множествами, то они считаются одинаковой мощностью. Так вот, любой отрезочек по мощности такой же, как вся числовая ось. Поэтому говорят, континуум 0,1. Вот берут отрезок 0,1, и все на нем разыгрывают, потому что все это применимо и ко всей оси. То есть, это и в математике также тоже. Другое дело, что математика построена на формальной логическом основании формальной логики, на чем вы правильно тоже стояли. Если вы стоите на формальной логике, там так или А, или не А, третье не дано. А что делает диалектика? Она вот это выбирает, вот это третье не дано, и говорит и А, и не А. У вас недостатки есть? Они у вас еще сегодня есть, завтра нет? Или они у вас все время есть? Теоретически они могут со временем устраниться. Все. Можно я с вами дружить буду? Я таких людей еще не видел. У которого все недостатки. Ну, теоретически. Если так у вас теория, которая никогда в практике, что ли, не реализовывается, а может, если она хорошая теория, так она реализовывается же в практике. Мне хочется с вами додружиться до того периода, когда у вас не будет недостатков, и взять у вас пример. У нас будет, тогда, если я возьму с вас пример, у меня получится, будет два человека у нас будет на земле, у которых нет недостатков. У меня же такого будет. А? Это вы считаете, что у вас нет недостатков? А я вам скажу, а это вообще-то недостаток. Вы будете думать, что это плюс, а я вам скажу. А, видите, все равно нас разоблачат. И вот считают, что уже отсутствие недостатков, уже считают недостатков. Это люди, которые с недостатками, они завидуют нам с вами. И выставляют такое хорошее дело, что у нас нет недостатков. Как недостаток? Говорят, ну что, вы ненормальные. С этим ненормальным вообще не надо разговаривать. Потому что все люди, как люди, у всех есть недостатки, достоинства. А у нас с вами нет. Поэтому вот эту нашу теорию, вашу теорию не принимают. И мое желание к вам присоединиться вообще осуждено народом. Народ, видите, у вас какой-то. Вы с народом будете спорить? Народ, скажите, не тот попался, да? Нет, и вот правительство говорит, народ не тот. Мы все делали хорошо, а народ попался не тот. Вот народ виноват. А что такое недостаток? Кто скажет? Недостаток? Да. Человеку? Да. То, что не оценивается общественным. То есть, если я не оценил, то значит у вас недостаток. Это здорово. Значит, это у вас все хорошо, а я взял и что-то там... Не все недооцененные качества человека являются недостатками. Недооцененные. А почему они, вот мои достоинства недооценили, и это почему-то недостаток. Вот я, скажем, защищал докторскую расу, защищал по политэкономии, два. Потом плюнул, защитил по философии. И что, недостатки? Если меня недооценили, это мой недостаток, что ли? Что вы думаете? Я-то, что ли, виноват, что меня недооценили? Что вы на меня-то напрасно возлагаете? Ну, недооценили. У человека есть недостаток, но человек недооценен. Это разве его недостаток? Если вас недооценили, то у вас есть достоинство, его недооценили. А почему вы это недостаток-то? Неправильно, да? Да. Недостаток – это ваше отрицание в вас самом. Что вы так морситесь? Что во мне, что ли, ваше отрицание должно быть? Я и так вас отрицаю все время. Что, бесконечно должен отрицать? У вас у самого есть свое отрицание. Независимо от меня. То есть, каждый сам решает недостаток? Не решает. Он просто… Вы же сами так говорите. Нету таких людей, у которых не было бы отрицания их. Вот в вас есть ваше отрицание? Ну, ваш недостаток. Во мне или в вас? Ва мне. Ну, вас. Значит, это ваше отрицание. Это же ваше утверждение, это ваше достоинство. Или я не прав? Что-то я начинаю вообще удивляться, с кем я говорю. Ну, ваши достоинства – это ваше утверждение. Вот вы человек хороший. Вот все положительное, что у вас есть – это утверждение вашего положительного бытия. А недостаток – это ваше отрицание. Я неправильно сказал? А если я свои недостатки оценю как достоинство? Тогда вы скоро переродитесь. Потому что я чувствую, что вы скоро пленете на все свои достоинства, начнете развивать все недостатки и войдете в преступную группировку ИГИЛ. Такие случаи уже есть в Московском университете. У нас мы не допустим это вхождение в запрещенную организацию. Да это вы все субъективизм сюда несете. Какая нам разница, как вы оцениваете или я как это? Вы наплюйте на то, как я оцениваю. У вас вот есть, объективно есть ваше отрицание в вас. Оцениваю я, не оцениваю. Вы хотите привести мнение тут. Тысяча человек соберется, будет тысяча мнений. Зачем вам это надо? У вас есть достоинство. Вы человек хороший, но как хороший человек, у вас есть недостаток какой-то, или два, или три. Будем считать, что один. Один. Это ваше отрицание, а не ваше утверждение, если недостаток. Чего тогда его недостатком-то считать? Если бы что-то какое-то хорошее, так это достоинство. Чего вы его записали в недостаток? А я говорю не о том, кто чего записал и сказал, а по факту. Вот есть у вас недостаток. Это ваше отрицание. И ваш недостаток – ваше отрицание. А мой недостаток – это не вы. Вы не мой недостаток. У меня свои есть недостатки. Мне хватит недостатков без вас. Зачем я буду ваши все эти недостатки себе приписывать? У меня есть недостаток свой. Не скажу, какой. Вы на него будете меня полоскать? Достоинство, утверждение себя. Да, вы себя утверждаете. Недостаток – это такая бы часть человека, как его достоинство. Да не часть, нельзя. Если бы часть мы вырезали на операционный стол, сразу анестезию, и ваши недостатки вырезаем. Выходит и говорит, я и равенство с собой, и я и неравенство с собой. После операции такой хорошенький выходит. Не получается это. Вот это Геггер говорит, нельзя, это части, куски, элементы, вот это все кусками люди берут. Так он одновременно есть и то, и другое. Так может, недостатка нет? У каждого качества характера нашего являются доверенные достоинством и недостатком? Да, но раз они являются одновременно недостатком, значит и недостатком. Значит, недостаток у вас есть. Вот я и догадал. Вы сами признались, сами признались, есть недостаток. Так это ваше отрицание. Я об этом говорю, что это ваше отрицание. Потому что, если вас взять в целом, вот вы хороший человек, но у вас есть недостаток, это ваше отрицание. Или ваше утверждение. Как отрицание перевести в утверждение? Как? Очень просто. Значит, со своими достойностями расстаться, а число недостатков увеличивать, вы станете подлецом, а вот эти хорошие качества позволят вам внедряться к людям, доверчивым людям. Вот есть такая статья в уголовном кодексе, слово употребление, доверие. Вот Мавродик говорит, давайте деньги ваши, у вас будет больше денег. Давайте ваши, у вас будет больше денег, и ваши, давайте, давайте. Видите, я профессор. Ничего, мне не доверяйте, дайте деньги. Нет. Нет, не дашь? Вообще уже авторитет, авторитет профессор упал до нуля. Я пойду сейчас, повешусь, и вы, кто будет виноват сейчас? Вот, вы будете виноваты. Вы. В моей смерти, как фамилия? Леликову. Как? Леликову. Леликову. В моей смерти прошу винить Леликову. И вот болтается там на крюке. Один. Вот пусть она помучается потом, ей стыдно будет. А мне все равно много не осталось, поэтому мне это все равно. Мне лишь бы ей вот насолить. Думаю, ладно, пусть она вот узнает тогда, как спорить. Я сначала на вас разозлился, сейчас вы вообще у меня друг теперь. А с вами я теперь все. Пожалели. Я же не сказал сколько, ну дали бы копеечку. Копейки нету? Ну я вам сейчас дам. Сейчас, сейчас, сейчас. А то скажешь, что требуется, вот копейку даю. И у вас уже есть деньги. Вот пусть, попробуйте сказать, что я вам не даю денег. А сколько это? Ну что сейчас мы будем о количестве говорить? Ну что о количестве? Факт важен. Теперь я могу дать вам денег. А теперь мне уже не надо. Теперь мне уже, знаете, как-то, ты уже обиделся я. Все. Ну потом пройдет, конечно. Но сейчас вот до следующего раза тебе все, мы с вами не дружим. Вот я с ним дружу. Он мой друг, он мы с ним все время беседуем. Если бы не наша беседа, у нас бы лекция не получилась. Правильно? Ну и мы бы сидели так, а я бы ля-ля-ля. А сейчас у нас и интересно получилось. На самом деле я люблю интерактивных профессоров, потому что очень многое. Подождите. Он профессоров любит. Нет, чтобы сказать, я вас люблю. А он говорит, я профессоров. Это абстрактно так. Просто полтора часа читают лекции, и вопросы можно задавать только в конце. А это очень неудобно. Нам так вот у нас спросил Александр Иванович, говорит, ну надо же вот лекции, надо и как бы семинары. У них даже вот как вот вы хотели, вот так у нас в расписании. Так вот лекции там, а потом семинары. Видели, нет? А мы с вами делаем, вот как я вот говорил, сразу. Если у вас сейчас вопрос возник, я говорю, подожди, у нас начнут семинары. Если вы не забудьте свой вопрос, мы там обсудим. Вопрос надо обсуждать по ходу дела. Правильно? Никто не умрет, если... А потом какой смысл? Вот лекции, например, такие по философии, у меня записаны. Вы можете открыть. Фонд Рабочей Академии, там написано. Канал на YouTube. YouTube, фонд Рабочей Академии, там есть лекции по философии моей. На разных курсах у историков, у конфликтологов. Ну, лекции-то читается живыми людьми для чего? Для тех вот, для тех вопросов, которые возникают. А иначе какой смысл? А иначе это под фанеру. Сейчас я бы пришел, дайте мне технику. Переведите обратно нас в ту аудиторию. Там есть техника. Сейчас бы включил. Я бы сидел там и смотрел. Послушайте мои лекции. Певцы-то под фанеру же поют. И деньги собирают. И не копейки. А гораздо больше. Так. Значит. То есть, вот. Это мы же сегодня изучаем такую важную тему. Материи. Вот теперь материя. Это мы материю в общем виде взяли. Материю как движущуюся. На этом мы остановились. Потому что если мы не берем ее как движущуюся, еще один вид движения мы не рассмотрели. И сейчас его рассмотрим быстренько. Потом мы к развитию этому вернемся. Развитие. Всякое ли изменение является развитием? Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Нет. Не всякое изменение. А какое изменение считается развитием? Развитие это же какое-то усовершенство. Которое связано с совершенствием. Да. Ну, совершенствование тоже. Надо опять объяснять. Положительное. Как? Положительное. А кто считает положительное? Я считаю отрицательное. У нас начнется дискуссия. Потом начнется драка. И из этого ничего не выйдет. Как-то надо из этого выкрутиться в науке, чтобы было без того, чтобы... У нас еще польза общества. Если мы с вами бандиты, то положительное. Это у нас польза общества не вдохновляет. Может, у нас бандитская группировка. Зачем польза общества? И она развивается. Нет. Давайте развитие мы... Развитие, дорогие товарищи. Можете записать. Это движение от простого к сложному. Движение от простого к сложному. От низшего к высшему. Развитие движения от простого к сложному. От низшего к высшему. В этом высказывании, которое я сейчас вам произнес, а вы записали, есть дефект. Тут кажется, что от... Это кто-то третий движется. Движение от... Я от простого иду к сложному. А не само движение идет от простого к сложному. Поэтому можно и так написать. Движение простого к сложному. Низшего к высшему. Не рядом с ним. Не вместо него. А вот само. Если что-то есть это. Что-то одно. Вот оно и движется. И идет. Простое превращается в сложное. Кто-нибудь знает, что такое сложное? Кто ответит на вопрос, что такое сложное? Вот вам сложный вопрос. Что такое сложное? Наверное, составное. Из каких? В системе. Длинно. Правильно, но длинно. Это еще из простого. Вот. 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 Учитесь. Сложное это сложено из простых. Прямо будут вы как Гегель. Прямо вот у нас. Чувствуется. Чувствуется. Их хорошо иметь. И прическа у нее, кстати, похожа. Что-то есть. Есть. Такое, да. Вот. Очень просто же. Его говорят, он такой запутанный, такой темный, такой трудный. Трудный, потому что люди привыкли кучей всяких слов. А у него очень четко и лаконично. Сложное это сложено из простых. Все. Ничего не скажешь. Или изменяя. Равенство с собой и неравенство с собой. Что тут непонятно? Так. Хотя нет. Да вот, если есть движение. А вот в этом движении, я думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что если есть развитие, то в нем есть два противоположных движения. В самом развитии. Одно движение, которое в развитии совпадает с направлением развития. А другое движение в развитии. Противоположное ему. Например, вот вас мы не берем к примеру, а меня берем к примеру. Я же развиваюсь. Вот если я лекции вам читаю, это же только для вас полезно или для меня тоже полезно? Для вас тоже полезно. Вот. Спасибо за оценку. Потому что для меня это полезно. То есть, чем больше я лекций таких читаю, чем студенты хорошие, я вырастаю. А если они плохие, то я не вырастаю. То есть, идет развитие. Но в этом развитии противоположное есть. Но я же умираю при этом. Почему? Потому что и тот, кто родился, тот умирает. Только поэтому. И в этом смысле я никакое не исключение. То есть, кто хочет не умирать, тот не должен рождаться. Но пока человек живет, он же все время развивается. И вот в этом развитии есть позитивные движения. И противоположное, отрицательное. Вот положительное движение в развитии, которое есть только движение вперед, называется прогресс. А отрицательное движение в развитии. В развитии же. В развитии же. Регресс. Вот. Много будете знать, скоро состаритесь. Ну, это и есть то, о чем мы говорим. Правильно? Вот я больше знаю. Как бы зазнаться обо меня. Вот я больше знаю. Ну, хорошо. Зато и скоро умрете. А я меньше знаю. Да лучше я буду меньше знать. Будет такой симпатичный, красивый, молодой. Что плохого-то? Хорошо же. Хорошо же. С чего за плохого-то в этом? Ну, подумаешь, что ты не знаешь. Не переоценивайся. Это знание. То есть, мы с вами знаем, что такое развитие, что такое прогресс и что такое регресс. Вот с этим вот знанием, которое мы получили сегодня, мы уже вооружены. Мы материю берем не как вот какой-то мешок. Или кусок, бревно. А мы берем материю как постоянно изменяющуюся. В материи идет и становление, и изменение, и развитие. А в развитии есть и прогресс, и регресс. Правильно? Ну, у нас вот вы вдохнули, это же прогресс. Ясно, что кислород пошел, а выдохнули. Ну, то, что выдохнули, тоже прогресс. А то, что накопление углекислого газа в организме, это не прогресс. Если оно будет только накапливаться, а мы не сможем выдохнуть, это отравление организма. Вот если я перестану дышать. Вот я с вами спорил. До того, кто говорит, прекратите дышать 10 минут. Можете? Не можете. А почему не можете? А потому что, если вы даже придумываете такую глупость с моей подачей, чтобы не дышать 10 минут, то через некоторое время ваш организм скажет, что-то с моим... Стало не в порядке, и он заставит вас вдохнуть. Поэтому никто еще самоубийством не кончил через то, чтобы прекратить дышать. Вот то, что люди могут задушить, это да. А вот чтобы сами не задохнулись, нет. Под водой. Всегда начинают вдохнуть. Под водой. Не надо заплывать глубоко. Я однажды заплыл глубоко. Нет, в смысле, ты просто решишь. Так глубоко, что я думаю, сейчас вот вдохну, и на этом будет последний мой вдох. И тем более я уже тонул один раз. Меня спасли родители. Так было хорошо. Так смотрю, так вода. Дома, кустики, солнышко. Благостное-благостное чувство. Видимо, я так вот лет в пять вот болтал ногой. И тут сразу раз. И, видимо, сразу вдохнул. И сразу мозг вот перешел в режим такой, знаете, какой-то спящий режим, как у компьютеров есть. Хороший такой режим. Потом какая-то суматоха. Из меня воду вылили. И все хорошее, и все пропало. Вот это. То есть никакой агонии нет? Никакой. Тишина просто прекрасная. Я думал, как люди вот, что мучаются, когда тонут. Я говорю, так хорошо. И вот тут одна же ко мне как раз. Я уже был профессором, аспиранткой одна. ВПК работал. Прибегая, такая, все, балмошная. Говорит, Михаил Васильевич, как вы относитесь к воскрешению? Я говорю, хорошо. У нас воскрешение у нас все время. Вот видели, вот уходит, машины там написано. Какие? Какие машины воскрешают у нас? Машины. Ну, медицинские машины. Как называется-то они? Я думаю, это в больнице. Я думаю, это в больнице. Отделение есть в больницах. Как называется? Реанимация. Вот, реанимация. Реанимация. Анимация. Это живой же, а рея – это возвращение к жизни, да? Ну, я говорю, вот у нас, пожалуйста, вот у нас тут воскресает, на Кавказной машине. Вот в каждом, в больнице, в любой есть реанимационное отделение. Да я и сам воскресший рассказал. Я посмотрел на меня, как он дерл на всякий случай. К этому, говорю, как к мне относиться? Это дело обычное такое. Оживление. На самом деле, сам процесс наш, жизни, тоже есть постоянное оживление. Вот когда вы вдыхаете, вы сейчас что делаете? Реанимируете. Потому что, когда вы не вдохнули, идет же процесс умирания. Правильно? Причем не какое-то там умирание со старения, а вот прямо сейчас идет умирание. Если человек вот попал, что не может вдохнуть, или он в замкнутом помещении, нет кислорода, он же все. Поэтому, так сказать, надо это видеть. И вот в этом процессе есть положительное, вот когда вы вдыхаете, вот ваша кровь обогащается кислородом. А в то же время ваша кровь наполняется углекислым газом. И у вас это одновременно идет? Или вы сейчас разделите? Скажете, это отдельный. Вот сейчас она кислородом, сейчас она... Да все время это идет. Вот такая вот. Значит, мы знаем, понимаем, следовательно, материю, как движущуюся, находящуюся в постоянном процессе становления, изменения и развития. Так? Вот я суммирую теперь. Вот мы там все говорили, равные вещи там всякие. Веселые, невеселые, ругались. А итог-то хороший получился. Материя, надо понимать, находящаяся в процессе движения. А движение – это значит в процессе становления, изменения и развития. А прогресс и регресс. Если они относятся к обществу, там не просто прогресс и регресс, а регресс это, например, называется реакцией. А в других местах, в других науках нет. Там вы не скажете, что вот замерз, вода замерзла, это реакция, наступила реакция. Нет, не скажете. Ну вот. Так что вот мы очень важные. Теперь существуют различные уровни организации материи. Уровни. Вот если мы уже теперь дальше начнем конкретизировать это понятие материи, то выясняется, что... А как мы будем конкретизировать? Здесь 50 форм движения, между прочим, тоже. Андрей Александрович, я перезвоню после лекции, через 10 минут. Примерно. Вот. Различные формы движения. Значит, какие уровни? Ну вот есть физический уровень. Это движение тел. Какие бывают тела? Большие небесные тела. Да? Обычные тела. И микротела. То есть частицы, микроэлементы. Вот это все. Это все разные движения, но механическое движение. Механическое движение. На физическом уровне. Но физический уровень движения материи включает в себя не только физическое движение. 20 лет. Электричество есть у вас? Батареи-то у вас нету. А электричество есть у вас? Есть. Где? Где у вас электричество? Ну покажите. И чесняйтесь. Вот. Человек знает. У него электричество в голове. А у вас в голове масло. Масло-то, чтобы лучше работало. Но электричество. На цифолограмму делают. Куда она делает? Сюда. Но она, наверное, не только в голове. Значит, есть электрические импульсы, которые человек вообще проводник или нет. Кровь соленая. Да. Ну все. Раз соленая, все проводит. ток. Поэтому, почему человек ударяет током? А потому что он сразу, сразу, раз и по сердцу. Вот вроде он подсоединил только палец, а ударило по сердцу. Так. Значит, электрические есть импульсы, электрические моменты. Есть. Но это тоже входит в физику. Правильно? То есть, вот все физические процессы, какие есть, они, вот. Это физическая форма движения. Вот это во времени уже, конечно. Физические все процессы во времени. Вот тут наступило место. Это когда мы не просто говорим о движении, как каком, и расклассифицировали это движение. А сейчас мы уже говорим о конкретном движении каком. То есть, движение тел, то тут есть физический уровень. Есть небесная механика, там ее изучают. Есть траектории планет. Имеются формулы, по которым можно рассчитать очень точно, какая планета в какой точке. Можно лететь на эти планеты. Уже летают. На Марсу вы прилетели, но без нас. Вот. Так что. Скоро с людьми полетят. Видно совершенно, процесс в эту сторону развивается. Так. Следующая форма движения материи – это химическая форма. Химическая. Она сложнее физической? Угу. Сложнее. Потому что, если вы возьмете, так сказать, химические все реакции, они включают в себя и электрические процессы, да, и процессы движения. И нам объясняют, как это все устроено. Вот, скажем, вот эти батарейки, которые у нас есть в каждом телефоне. Там литиевые и так далее. Там какой процесс идет? Ну, вот это идет от катиона к каньонам. Движение соответствующее. Перемещается. И химическая энергия превращается в электрическую энергию. Так? И, так сказать, развитие идет так, что у нас уже есть такие хорошие батарейки, что вот не надо каждый день заряжать. Неделю можно, например, не заряжать. Телефон, а он работает. Вот у меня, например, у Филипс. Я все его. Он очень простой, тут ничего нет, кроме того, чтобы позвонил и поговорил. Но он, по крайней мере, неделю держит. И не надо думать, что сейчас вот у меня. Потому что сейчас только если я с вами говорил, и говорит, вот, Михаил Афеевич, у меня делегрите. Что кончилось? Я говорю, у вас не электричество кончилось. Вы вчера не зарядили вечером. Вот в чем проблема. Ну, это все время, если заряжать, что это за такое дело? Так. Это вот химическая. А там что? Атомы собираются в молекулы. Верно? И вот молекулы бывают сравнительно несложные. Это какая-то. Их изучает у нас неорганическая химия. И такие сложные, которые связаны с деятельностью организмов уже. Организмов разных. Или, по крайней мере, подошли к ним вплотную. Органическая химия их изучает. Да? Органическая химия изучает и процессы, которые могут идти в живых организмах. Да? И просто те вот материалы, которые по своей структуре близки к тем, которые есть в живом организме. Разные. Потом пластмассы появляются разные. И прочие новые. С новыми свойствами. И тут большой тоже прогресс. Химическая форма движения материи. Человек... У нас вот как у человека, кто-то, так сказать, относится к физической форме. Относится к химической, относится к химической реакции. Ну, вот вы позавтракали там дальше. Какие пошли реакции? Химические? Химические? Ну, да. Если поужинать, то же химически. Так. Следующая форма движения материи. Биологическая форма движения материи. Ну, вот если я вам честно спрошу вас. Вот вы животные или неживотные? И только не надо обижаться. Животные или неживотные? Неживотные, значит, растения. Выбор-то короткий. Человек-растение. Можете себе представить? Мы-то все животные. Вот кто-нибудь есть еще, кто растение? Вы что, тля? Нет. Тля это тоже животные. Кто вы? Кто вы этот? А, мне кажется, человек это родовое понятие наравне с животным. А? Человек это животное. Он относится к царству животных. Человек это животное или нет? То есть вы неживотные? Я неживотное. Приятно видеть человека, который неживотный. Может, значит, он не растения, не животное. Может, вы гриб? Нет, я человек. Гриб. Вот грибы, знаете, они чем обладают, каким он свойством. А, во-первых, ножка есть. Ножка есть? А у меня две. Да, это мелочь. Есть люди без ног. Это мы эту проблему решим. Будет у вас одна, если надо, это не проблема. Шляпа есть? Есть? Шляпка есть? Теперь, вот вы можете синтезировать белки из воздуха и минеральных веществ, которые к вам поступают извне, как растение, допустим. Как трава. Можете делать? Нет, трава может. Я даже не знаю. А вы не можете. Ничего не знаю. Они могут человека не синтезировать. Почему включаете человека в понятие «животное»? Мы сейчас в биологическом уровне. С растениями не разговаривают. И сказал мне дуб. Ну, что там? Что за разговор? Так вот, значит, человек, как все животные. Все животные, чем они отличаются от растения, у них есть такой недостаток. Они не могут синтезировать белки. То есть, из минеральных солей и минеральных веществ с помощью воды и с помощью солнца, не могут синтезировать никакого белка. То есть, это крупный очень недостаток. То есть, вам дать все, чем снабжены растения, там, вода, солнце, земля. Можете только земли набирать пригоршнями, так сказать, себе в рот, куда хотите. Умрете. То есть, в этом смысле, в этом смысле, мы ущербны, как более высокая форма. Мы все существуем благодаря растениям. Они, как мы знаем из школьного курса, значит, с помощью хлорофиловых зерен в листиках. Почему они зелененькие-то? С помощью хлорофиловых зерен. Вот такие люди. Мы благодаря ему существуем. Они с помощью хлорофиловых зерен вырабатывают белки. Вот смотрите, а сколько паразитов сидит, потом эти белки перерабатывают в более сложные. Это паразиты. Сами не могут вообще... Это правильно вы сказали, что я лично растение, а эти все животные. Они сидят на моей шкуре. На шее. Так вот, грибы, грибы тоже не могут синтезировать. Поэтому грибы можно выращивать под землей. Вот эти шампиньоны делают какой-нибудь тоннели или там шахты. Там опилок навезут, мицелий туда. Опилки это что? Это же древесные опилки? Ну, или что-нибудь, любые растительные остатки. И туда этот мицелий грибной. И там эти шампиньоны вырастают. Потом резкое охлаждение. Сразу выскакивают эти шампиньончики. Раз, и в магазин. Красота. То есть, вот и есть шампиньон. У меня тоже есть родовое различие от животных. Какое у вас различие от животных? Ну, я способен к членораздельной речи, к абстрактному мышлению. На самом деле, многовато. А почему вы думаете, что это различие от животных? Для того, чтобы определить человека. Человека, знаете, как определяется? Дать вам определение человека? Да. Подарю вам. Вот, это все, мать, не слушайте. Я никому не вам говорю. Никому не говорите. Человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Можете записать. А вы не записывайте. Это не вам. Человек – это животное. Не записывайте, только вы. А вам вообще не надо. Это вы можете сидеть. Человек – это животное. Животное общественное. А есть еще муравьи, еще пчелы. Пчелы же общественные животные. Тоже потом приходят в улей, лезут, мед забирают. Грабители просто. Бандиты. Вот такие вот вы с интеллектуальным развитием лезете туда в улей, забираете мед у пчел. А вам не жалко этих пчелок? Они в деточке. Бандитизм. Так. Общественное. Общественное, трудящееся. Трудящееся. Вот пчелы трудятся или не трудятся? Не трудятся. Нет. Труд – это целесообразная деятельность. Пчелы не трудятся. У них инстинкт такой. Они не трудятся. И муравьи не трудятся. Они делают то, что люди, но без постановки цели. А вот человек вам объяснил, человек, человеческий объяснил, что человек, прежде чем что-то делать, чем отличается он от любой пчелы, что прежде чем что-то создать, он создает в своей голове. Вот посмотрите на него. Он все, что делает, вот прежде чем написать то, что я вам сказал, он сначала в голову принял, а потом из своей. Он не пишет из моей головы, прямо изо рта вот сюда вылетает. Нет. У него сначала в голову, он дает команду своим рукам и пишет. Человек, значит, животное общественное, трудящееся, говорящиеся, в труде. В труде пошли вот эти сигналы, о которых вы стали говорить совершенно правильно. Потому что... Мы с человеком разговариваем, а вы животные, и не надо нам мешать. Дайте с человеком поговорить. Он выше нас. Я единственный с ним установил, с этой цивилизацией установил связь, а вы хотите помехи внести. Дайте нам договорить. Потом с вами. Все просто скажут, животное и все. А он претендует на высшее разумное животное. Трудящее, общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот это определение человека. А определенность человека, например, в отличие от определения, наличие мочки на ушах. То есть вас отличить от животного очень просто. Мочка есть? Значит, вы. Не любое животное, а именно человек. И все. Но это не характеризует, не выражает суть человека. Суть человека выражена вот этих понятий. Я не вижу отличия между человеком и дельфином. Но если вы что-то не видите, то ли вы слепой, то ли полуслепой, то ли подслеповатый. Это если я не вижу. Это же такое высказывание субъективное. Допустим, я вот в вас ничего хорошего не вижу. Вот если я скажу, я вот, молодой человек, в вас ничего хорошего не вижу. А вы скажете, ну так вы наденьте очки, или идите полечитесь. То есть не надо в таких случаях так вот грубо сразу выступать. Скажите, ну что, очень сожалею, что у вас что-то со зрением, или с мозгом. Вот и все. Выразите мне это сочувствие. Вот вы мне сочувствие. Что я в вас, если я гения в вас не вижу, это сочувствие. Вы мне можете выразить? Вот человек сопротивляется. Знаете, что если человек сопротивляется, это хорошо. Почему? Потому что опереться может, только она что-то твердое. Вы зря так свалились. Как она вас описала? Хотела на вас опереться, а вы его леглись. Самый момент. Вот смотрите, видите, вот опереться может, только она что-то твердое. А кто не сопротивляется на него. Хочешь опереться? Она поползла, так заскользила. Так что это вы правильно его делаете. Все вы делаете правильно. Ну, я тоже делаю правильно. И вы правильно. Я правильно из двух правильно, если был часть противоречия. А противоречие – это двигатель развития. Или не так? Источник развития что? Не могу сказать? Противоречие. Противоречие – источник развития. Противоречие. Вы одно «речете», я другое реку противоречие так вы сейчас одно говорили я другое это тоже противоречие это совершенно нормально вот в обучении совершенно азия спорта какой-то равногласия вы гласите одно и голосу глошу другое два шатай другого гласе разногласия это все в языке даже от очень хорошо отражено то есть это не вот то есть самое высшее животное какое есть это человек и очень близко к нему дельфины но они по многим параметрам не подпадают под это потому что они а не общественные или не общественные животные и не трудящиеся и не говорящие и неразумные но это ваше дело ваше право у нас сейчас свобода и демократия вы можете вообще ни с чем если вы даже можете сказать я не согласен что дважды 24 я вот считаю 227 и вы и все и будете сидеть можете не доказать я не вам не доказывать не буду я вас экзамен буду принимать у меня друг у нас с вами 5 вроде равенства равенства а потом на самом деле не равенства несколько раз потом я скажу а у нас у них нет государственного государства значит такое тюрьмы лагеря это все средства принуждения омоны дубинки а я просто с вами пока говорю но если у вас будет двойка на экзамене вас выгонят университета который готовит президента вы премьеров вы конечно скажете хочу перри сдачи пожалуйста и на перри сдачи получите два хочу комиссию комиссию у меня очень много знакомых среди профессоров мы соберем комиссию ну уж понимаете ты все комиссия это только концерт который потом чтобы мучить студентов поэтому самое главное быстренько сдать и закончить это делают как было хай когда последний экзамены зал так стало хорошо приходишь на экзамене вроде как ты дурачок этот значит умный вот он те может поставить может не пасать часто у нас такая безответственный разговор но кредита у нас все равно за экзамен ну ванного этого он только положительное за могу за честь раз вот так то же самое хотите разобраться как еще разобраться надо спорить чё за мной не спорить вот люди уже серьезно уже спорят вывод некоторые вот сразу заявила в него тоже серьезно сказал а я лично вот вечно буду жить приятно просто стало совсем другое дело за вас у нас в группе как сразу солнце расцвело есть люди которые вечно будут жить другие еще до этого не дошли еще сомневается вечно не вечно не вечно вечно или вывод там какой степени как гегель прямо с определением красота уже с хотели заслуги надо искать заслуги какие-то сильно набирать очки вы за интерактивное обучение хорошо вызвать для интерактивности сказали что в россии выше отказались от того что вы животные а есть такие растения которые ловят комаров не видели таких нет мухоловки очень хорошие вода и у нас на прямо у нас в ленинградской области на этих на болотах такая ладошечка хорошенькая такая ладонь маленькая вот такого примера размера на ней капелька они такие ворсиночки такие капелька росы такая привлекательно так хочется но и мушка туда одесса прилипает это у неё клей такой и потом это так клапочка потихонечку так и закрывается не быстро в течение может быть там нескольких часов потом раскрывается а мухи уже и нет я не знаю как она называется дома такая есть а есть еще россия не видел даже в ботаническом саду как он тяжело хорошо что она не маленькая небольшая это у вас мы будем с вами виделись последний раз но ничего себе нет но этого совсем маленького только вот да так вот товарищи высшая форма развития материи человек и остался у меня чего я не успел сказать из-за нашей дискуссии это то что это то что если это высшая форма материи то я хочу вам задать последний вопрос ответ мы обсудим что еще раз как вот правильно сказать человек это вот некоторые напишет это биосоциальное существо вам нравится вот вам нравится мне не нравится и я думаю объясню следующий раз почему а вы попробуйте подумать почему мне не нравится биосоциальное все